У нас сейчас прекрасная политик, писатель Алина Витухновская. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Приветствуем вас. Мы вот тут обсуждали ситуацию, которая сложилась в Подмосковье, когда губернатор Подмосковья решил поговорить с мужчиной по имени Андрей по поводу того, есть ли у него газ в доме и почему его нет. И говорил, что вот меня спросят, почему нет газа, а есть ли газ, я же должен что-то ответить. И тут оказывается, что газ-то есть в России не везде, и пока угрожали заморозить Европу, замерзают россияне сами. На этих выходных в Сибири прошли экстремальные морозы. В некоторых регионах фиксировали температуру, это действительно очень страшно, ниже 50 градусов. В Чите из-за поломки перестали работать котельня и насосы водоканала. Без света, тепла и воды на 2,5 часа остался микрорайон с 11 многоквартирными домами. А в Красноярске с рейсов сняли большие половины всей коммунальной техники. У 50 машин замерзла и перестала работать гидравлика. А в деревне Черная речка по Томскому сломалась электростанция. Аварию объяснили холодами и массовым использованием обогревателей. Ну а как еще людям обогреться? И ситуация действительно достаточно страшная. И тем же временем... Где говорил Роман? Что где? В Тюменской области человек получил субсидию в размере одной копейки на отопительный сезон. Это решение? Да, это решение о субсидии. То есть сидели дяди, тети, решали. Потом какой-то чиновник вот этот кринж подписывал, отправлял, выделили копейку. Ну вот, Алина, здравствуйте. Наш такой коллективный вопрос. Ну, катастрофа и ужас просто рядом под ногами вокруг. Но при этом дальше верят в сказки о том, что США эксплуатируют негров, а Европа замерзает. Никак не поймем. Ну, во-первых, вот я сегодня как раз написала пост «Диктатура тупицы». Диктатура, существующая исключительно за счет ресурса. Верят ли в байки? Да нет, не верят. Это действительно идиоты, которые получили немеренное количество денег и решили вот на таких понтах ввязаться в авантюру. Кровавую ввязались. И что мы видим на выходе? Что у них не только не обеспечена логистика самой этой авантюры, они не могут ей управлять. Они не управляют простейшими вещами. То есть разваливаются инфраструктуры. Кстати, именно развал инфраструктур, перешедший в катастрофическую фазу, как, например, вот то, что произошло на Чернобыльской АЭС, послужил причиной развала СССР. Я сейчас говорю не о развале, не о распаде России, а о распаде нынешней путинской именно системы. Все впереди. То есть они подрывают почву под собой. Это люди, которые, это дикари с деньгами, которые не могут воспользоваться этими деньгами. Я, кстати, не удивлюсь, если в их дворцах, в золотых унитазах тоже какие-то катастрофические поломки, и они заняты починкой золотых унитазов уже там в течение нескольких месяцев. Нет, я честно не удивлюсь. Люди, которые выпускают «Жигули» и «Лады», обменивают их на трупы, вряд ли умеют чинить унитазы. Тут вот все так устроено, это дикость. Но тут вопросы к цивилизованному миру, доколе все это терпеть. К России уже вопросов, собственно, нет. Алина, а у меня вопрос следующий. За прошедший год ощущение благосостояния у россиян ухудшилось по всем основным параметрам. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского издания РБК. Почти 80% людей считают, что на возврат к прежней жизни может потребоваться от года до нескольких лет. И знаете, я вот сейчас вспоминаю героя в исполнении Михаила Галусяна, вот этого консьержа. Я говорю, а что это у нас тут случилось? А кто это? Почему же у россиян ослабло вот это ощущение благосостояния? Неужели они начинают это понимать? И неужели мы можем говорить над тем, что холодильник начинает побеждать телевизор? Ну, тут задела одна фраза, я хотела бы сказать. Возврат к следующей жизни. Возврата к следующей жизни не будет. Будут извинения, репарации, долгий период понимания, обсуждения того, что произошло. При этом экономика — это то, что возродить проще всего. Это элементарно. Но чтобы возродить экономику, надо закончить эскалацию и, соответственно, начать либерализацию. А стал ли холодильник побеждать телевизор? Да я думаю, что тут настолько уже пониженная критичность. Холодильник, телевизор и азиатский ковер слились в единое целое. А люди настолько обеднели и настолько запуганы, что в делериозном состоянии видят только помехи. Видят колбасу как помеху и Соловьева как помеху. Все это мелькает, переливается и превращается одно в другое. Но я еще несколько лет назад писала, что здесь происходит страшное обнищание. Я еще задолго до того, как все это произошло с пенсионными фондами и так далее, предвещала, что это будет где-то с 2008 года. Все это и произошло. И потом я написала, сначала у вас отнимут деньги, потом жизнь. Именно в такой последовательности. И именно это и происходит. Тут совершенно лично мне непонятно. Это не критичность, что я не понимаю, как люди вообще изначально согласились жить и работать на таких условиях. Ведь никто не требовал себе повышения каких-либо зарплат. Здесь нет никаких профсоюзов, как они есть в западных странах. Они не функционируют. По сути, россияне это бюджетники, которые полностью зависят от выплат государства. А выплаты это мизерные. И чем меньше они становятся, тем больше, соответственно, готовность умирать. То есть, получается, чем беднее люди, тем больше они готовы к диктатуре. А не так, как рассуждали в начале 20 века, что вот некий там условный пролетарий взбунтуется от нищеты. Нет, условный пролетарий продолжает обслуживать свою нищету. Увы, это так. Да, Алина, но на это можно посмотреть с другой стороны. Вот, смотрите, известный когда-то кино и телепродюсер в Украине Александр Роднянский, который в свое время променял Украину на длинный московский рубль. Он встает все более публичным, дал интервью. Это интервью вызвало даже целую бурю в Соловьевском помете на федеральных каналах. Вот давайте два видосика посмотрим, после чего будет мой вопрос с другой стороны посмотреть на то, о чем вы с Василием говорили. Вот что заявил Роднянский. Вот, я балдею от перебежчиков, которые киевского режиссера, который говорит у них об украинцах, из которых он избежал за длинным рублем. Но пусть Бог судит Роднянского, меня более заинтересовала его формула, которую он озвучил, почему Майданы возможны в Киеве и невозможны в Москве. Вот, это будет мой вопрос. Смотрите, как отреагировали в Соловьево в студии на это интервью. Нам бы казалась проходящая фигня, оправдывающая Роднянского и переобувание, как говорится, в полете. Но на нее отреагировали. Давайте послушаем. Каким образом вот эта вот патентованная сволочь, причем то, что он был сволочью и врагом, но это же было понятно с самого начала. Любой человек, который с ним пересекался в последние 20 лет, знал, что этот человек презирает и ненавидит Россию. У него на лице это было всегда написано. Это про... Я не преувеличиваю, но я просто видел его как бы, ну, в таком контексте, иногда, на протяжении последних вот этих вот, ну, 15 лет точно. И когда я узнал, что этот человек, а он в прошлом, наверное, самый важный, самый известный украинский телепродюсер, когда этот человек переместился в Москву и стал осваивать российские бюджеты, я был в некотором шоке. Как говорит Соловьев, да, с фантастич, да? И с той стороны, и с той стороны, говорят, ну, это Роднянскому еще раз хлебовать. Но вопрос так ключевой. Когда Роднянский вдруг вбрасывает мысли в ИРОС о том, что россияне не могут сделать Майдан, потому что силовики хорошо вооружены. Ну, извините, украинский Беркут был офигенно вооружен снайперками и очень даже крутым набором по разгону протестующих. Там даже борта самолетами Азаров, премьер-министр тогда Украины, заказывал из России, дайте нам больше этих гранат шумовых, световых и других. Помповые ружья. Помповые ружья. Да, короче, все. Водометы. Алина, вопрос, который навеян вот этим срачом между Роднянскими пропагандонами, именно о Майдане. Но мы же помним Москву. Мы же помним людей, которые без оружия танки останавливали. Я имею в виду 1990-е годы. То есть, ну да, я понимаю, что много воды в Москве реки протекло. Но все же, Москва показала возможность Майдана тогда. Почему невозможен он сейчас? По абсолютно техническим причинам, по-моему, у вас в эфире что-то уже об этом говорило. Майдан невозможен, потому что протест... Тут действительно, как он сказал, неконкурентная демократия. Демократия... Вот если бы у нас было несколько лидеров протеста, несколько протестных движений, они бы, честно, конкурировали между собой и находились в публичной сфере. Правильно сказали про то, что были протесты показаны по ТВ, только поэтому были поддержаны. А когда про них не знают, а что поддерживают? Поддерживали только то, что знают. Весь протест был заточен под МБК и фигуру Навального. И таким образом он был слит. В 2012 году на Болотный этот протест был возможен, но он был слит совершенно сознательно. Это вся фактология зафиксирована. По-моему, даже в Википедии есть статья, что и как происходило, и кто с кем там пил виски в мэрии. Так вот, поскольку этот протест был слит, и это происходило годами, сама какая-то революционная надежда у людей, соответственно, выветрилась. Они поняли, что в этом процессе они никто, а не те, кто того называют дурацким, позорным словом «хомячки». И сейчас, когда Кремль слил и самого Навального, который уже не нужен как лидер курируемого протеста, действительно, технически этот протест невозможен, потому что люди, которые выйдут на улицу, действительно будут побеждены силовиками без всяких проблем. Почему в 1991 году было иначе? Потому что силовой блок не накачивался такой ненавистью и такими деньгами. Так сейчас и тогда можно было говорить о том, что идет борьба плюс-минус на равных. Сейчас нет никакого равенства. То есть эти люди просто погибнут. Это не значит того, что так будет постоянно. Более того, я полагаю, что, возможно, какие-то переговоры с частью силовиков, и с которыми самыми адекватными являются представители МИДа. Просите, МИДа, МВД. Оговорилось. МВД. Поскольку они ближе всего к народу, они понимают, что они следующие в очереди за мобилизованными, соответственно, трупами. Мне кажется, такой вариант событий, преломление воли силовиков в сторону народа и объединения с ними вполне возможен. Но, увы, это произойдет не сейчас, не в ближайшие месяцы. Вы знаете, сейчас маразм зашкаливает. Вот я смотрю, каждую неделю пополняется список инагентов. И уже в список инагентов вносят тех, кого, в принципе, смысла вносить нет. Например, певица Монеточка. Ее внесли в список инагентов. Только на днях ее выступление с синий-белым флагом в Вильнюсе возмутило депутата Госдумы Максима Иванова. А другой, так называемый, патриот, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Ну, у них же просто других-то дел нет, как вот вносить певицу Монеточку в список инагентов. Но на самом деле, вообще непонятно, почему Минюст обратила внимание на певицу именно сейчас, на 11-м месяце войны. Ведь она с первых же дней высказывала, что она против войны. Она называла вещи своими именами. Но не Монеточка единый. Минюст внес в реестр инагентов и правозащитника Владимира Осечкина. Дарью Беседину, депутатку МОЗ Гордумы. Видеоблогера Антона Устимова, активиста Ибрагима Яганова и автора YouTube-канала «Личное мнение» Вадима Харченко. Но самое интересное, что тем временем, пока вносят вот таких вот маленьких лидеров мнений, у которых есть свои фан-клубы, получается, что литературу о Путине начинают массово распространять на полках московских книжных магазинов. Вот на полке сгружают уйму чтиво про Путина, победобесия и прочую низкосортную пропаганду. Даже Шойгу туда прилепили. Вы просто посмотрите. Все те же на манеже. Дугин, Шойгу, Путин. Шойгу – это известный российский философ. Молчу. И вот в точности, как сборники томов Ленина, которые когда-то стояли в СССР на каждой книжной полке. Вот смотрите, прямо вот на глазах у людей сейчас идет подмена понятий. Куча маразма. Куча маразма, который крепчает. Вот как при таких условиях людям не сойти с ума от всего, что происходит. Ведь ты же это видишь, ты же не можешь это не понимать, не проживать. Как не улететь кукушкой окончательно? Ну, что касается иноагентов. Во-первых, это давно мной замечено, и, наверное, не только мной, что действительно это какой-то бюрократический процесс. Потому что большинство людей, которых награждают эпитетом иноагента, они не находятся в России. Соответственно, не имеют никаких рисков в связи с этим, а имеют даже скорее дополнительный пиар и подсветку. Я, кстати, даже не удивлюсь, что в определенных случаях это и является подсветкой, потому что есть все-таки, на мой взгляд, ряд мутных фигур среди иноагентов. Что касается монеточки, нету, да, это чистая бюрократия. Где-то мелькнуло интервью, где-то этот депутат ее увидел. Это же и распилы. Они же зарабатывают себе какие-то очки, да, таким образом, что они работают на государство и борются со страшными иноагентами, со страшной молодой певицей. Ну, это, да, такой формализм. С этой точки зрения это не сильно похоже на диктатуру. Ну, не очень уж страшно стать иноагентом. Неудобно, но не страшно. А если ты не в России, в общем, даже выгодно. Книги, ну что, они добьются того же эффекта, который был в Советском Союзе, когда его начали уже просто сначала не воспринимать, а потом ненавидеть. Я помню, вот в школе постоянно Ленин, 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 а я ребенок, да, ему говорят, иди в школу. Я думаю, ну, в школе наконец-то займутся мной и будут говорить обо мне. Мне Ленин и дети, Ленин и звери. Во втором классе я взяла и плюнула в этот учебник Ленина. Совершенно автоматически. Ничего даже антисоветского, естественно, не думала о политике. Ну, я подумала, какой Ленин, к черту, а как же я? И тут то же самое. Ну, какой Путин? То есть переизбыток пропаганды снижает ее эффективность. Как от этого не сойти с ума? Вы знаете, мне кажется, что люди не сходят с ума от пропаганды. Если люди сходят с ума то от крови, которая проливается в Украине. Это, увы, не все люди, а только у которых есть совесть и какие-то вообще здоровые представления о реальности. А так, да, это фейковая диктатура, над которой можно только потешаться, а можно просто не замечать. Алин, в контексте, скажем так, фильма «The day after tomorrow», «День послезавтра», вот у нас уже не одна дискуссия была, даже на кухне мы ее продолжаем с нашими гостями. Вот вы уже это сказали. Не будет так, как было до войны. Уже не будет. Все будет по-другому. И вот когда мы говорили о том, как будет по-другому, мы выходили на то, что держать огромное количество очень разных исторически и культурно людей в искусственной федерации, где федеральная формула не работает, где это все базировалось в пропаганде на каких-то концептах московского какого-то православия, и это в стране, где есть буддисты, мусульмане и так далее, на концепте русского мира, где есть очень много даже воюющих за Путина, людей, которые в слове из трех букв пять ошибок делают, да, и русский язык не знают. То есть все эти концепты общего знаменателя, они развалены этой войной. И вот видите ли вы силу или силы, которые предложат программу и общий знаменатель для того, чтобы не было главного, о чем говорят на федеральных каналах, развала страны после войны? Вы знаете, развал, развал это, вот есть фейковая идеология, это фейковая страшилка, это страшилка. Никаких предпосылок к развалу, в принципе, нет. Говорю я о том, что я его не хочу, не потому что, это очень важно, не потому что я какой-то имперец и так далее и тому подобное, потому что действительно, чисто теоретически, развал бы усугубил все проблемы, которые есть. Мы бы имели много субъектов федерации, в каждом из которых бы сидел свой Путин и тряс бы ядерным оружием, войну всех против всех и так далее и тому подобное. Но это теоретически. Никакого развала не будет, к нему нет предпосылок. Хорошо, а какой будет общий знаменатель, объединяющий? Я тогда уже доскажу. Если какая-либо республика действительно захочет выйти, это все будет обсуждаться и такая возможность есть. Не то, чтобы я совсем уж была против, чтобы все обязательно, для того, чтобы все были вместе за продолжение этой насильственной империи, если она насильственная. Хотите, пожалуйста, это обсуждается. Но только все это должно происходить в каком-то законном цивилизационном порядке. Кстати, то, что говорят о том, что если все будет быстро проигранное, Украина, я говорю, завалирована, что из Российской Федерации, и Украины все будет окей, это пугает Запад, это такое же лукавство из серии разговоров о распаде. Потому что нечего бояться. Это лукавство политическое и, в первую очередь, экономическое. Они хотят сохранить свои экономические дивиденды. Если Украина выиграет, лучше будет только всем. Так вот, что касается распада, я даже не предлагаю какого-то варианта, как его избежать, потому что, повторюсь, его не будет. Ежели будут приспособить посылки, мы будем об этом говорить. Иначе мы как в той сказке, когда люди спускаются в подвал, им кажется, что что-то случится, а вдруг ребенок умрет, а вдруг банка на голову свалится, а вдруг будет распад. А с чего вы взяли? Давайте обсуждать проблемы, когда они появятся. Наша главная проблема – это эскалация. Но вы так и не сказали, а какой вы видите общий знаменатель, объединяющий фактор, так, чтобы после войны и боевой бурят, и там москвич, и боевой якут, и чеченец вдруг хотели быть братьями россиянами? Это порочный посыл. Это как раз имперский посыл. Мы возвращаемся к этой идее насильственной империи, межнациональной гидры, которая была создана большевиками, и которая совершенно не нужна. Технически она существует, как сообщество субъектов федерации. Но люди давно атомизированные, живут сами по себе, и у них нет никакой внутренней нужды чувствовать себя с кем-то братьями. Слушайте, ну это просто какое-то извращение. Вот твой сосед. Сосед и сосед. Тебе какое до него дело? Зачем тебе чувствовать с ним какую-то кровную общность? Это просто сексуальное извращение. Как-то так это выглядит в современном мире. То есть эти два дискурса, вы считаете, это искусственно вбрасывает? И дискурс телевизионной распади, и дискурс о переустановлении общего какого-то нового русского мира. Это все искусственно, да? Абсолютно. Вообще, заметьте, что мы живем в мире абсолютно искусственных дискурсов, и только все, что реально, это проливающаяся кровь. Спасибо вам, огромное спасибо. Я напоминаю нашим зрителям, что на связи была политик, писатель Алина Витухновская. А я хочу добавить, пока Алина еще с нами на связи, огромное вам спасибо за то, что вы поднимаете такие интересные темы. Я смотрю у нас в чате, тут просто фурор. И действительно, ваши слова, видно, доходят до адресата, потому что люди начали спорить, и дискуссия достаточно нехилая. Надеюсь, что она будет продолжаться. Приходите к нам почаще. И огромное спасибо, что сегодня были у нас в эфире.